Забытый пионер Томас Кана, армянский купец в Древней Индии. Задолго до того, как знаменитый португальский исследователь Васко Дагама вступил на Малабарское побережье Индии, история шепчет историю о менее известном, но не менее значимом путешественнике Томасе Кане, армянском купце. В своей книге «Армяне в Индии» с древнейших времен автор Месрог Джейкоб Сетт освещает это замечательное путешествие, которое произошло 7 веков назад, около 780 года н.э. Эта статья углубляется в интригующую историю Томаса Кана и его влияние на торговые пути и культурный обмен между Арменией и Древней Индией. Томас Кана, армянский первопроходец в Индии. Путешествие Томаса Кане к южному побережью Индии в 8 веке знаменует собой важную главу в истории ранней мировой торговли и культурного обмена. Армянский купец, Кана, был частью энергичного и находчивого армянского торгового сообщества, известного своими обширными торговыми сетями, охватывающими Европу, Азию и Африку. Его прибытие на индийские берега является не только свидетельством авантюрного духа армянских торговцев, но и подчеркивает древние связи между Арменией и Индией. Армяно-индийская связь. Присутствие армян в Индии, начиная с прибытия Томаса Кана, указывает на глубокую связь между двумя культурами. Армяне сыграли важную роль в установлении торговых связей, принося с собой не только товары, но и свою культуру, традиции и религию. На протяжении веков это привело к появлению уникальной армянской диаспоры в Индии, которая внесла значительный вклад в местную экономику и культурный ландшафт. Наследие Томаса Каны. Наследие Томаса Кана в Индии многогранно. Ему приписывают создание одной из первых христианских общин в регионе, повлиявшей на религиозную и культурную динамику. Более того, его присутствие проложило путь по следующим армянским поселенцам, которые сыграли решающую роль в торговле. Особенно специями, тканями и драгоценными камнями, товарами, высоко ценившимися как на армянском, так и на индийском рынках. За пределами Васка-да-Гаммы. Возвращение к истории. В то время как прибытие Васка-да-Гаммы в Индию в 1498 году часто называют поворотным моментом в истории исследований и торговли. Путешествие Томаса Каны служит напоминанием о более ранних и столь же важных глобальных взаимодействиях. Его история проливает свет на менее известные, но важные повествования о межконтинентальной торговле и культурном обмене, которые предшествовали более известным путешествиям европейских исследователей. История Томаса Каны, раскрытая Месрабом Джейкобом Сеттом, обогащает наше понимание исторических связей между Арменией и Индией. Это подчеркивает роль армянских купцов в формировании первых торговых путей и культурного обмена. Путешествие Томаса Каны к Малабарскому побережью, произошедшее задолго до прибытия европейских исследователей, представляет собой увлекательную главу истории, напоминающую нам о разнообразной и взаимосвязанной природе нашего прошлого. Открытие заново таких историй имеет решающее значение для более полного понимания глобальной истории, выходя за рамки избитых повествований об исследованиях и торговлях. Продолжение следует...